Какой бы гость ни пришел к таджику, ради него хозяин в любое время дня и ночи выставит на стол все, что у него есть. Гостеприимство – главная черта этого народа. Говорят, даже если в дом придет враг, ему никто ничего не сделает. Только лишь накормит всевозможными блюдами. К слову, таджики особенно почитают хлеб и рис. Если нет хлеба, значит гости не уважают. В первую очередь ставят лепешки, чай – это обычное дело. Обычно встречают гостя пловом, приготовленным на казане. Это главное блюдо таджиков. Причем по национальным обычаям готовить его должен мужчина и именно на костре. У этого народа даже есть священный день плова – четверг. В это время он обязательно должен стоять на столе. Сколько по времени готовится? Ну, час. Иногда, если чего много, готовим полтора часа. На севере и юге Таджикистана язык и обычаи слегка различаются. Например, на севере, чем больше гостю уважают, тем меньше чая за один раз нальют ему в пиалу, чтобы тот как можно чаще обращался к хозяину за добавкой. На юге страны количество чая в кружке – не показатель. Главное – его правильно гостю подать. Правой рукой – от сердца. Но это вторую чашку. А вот первую хозяин наполняет и оставляет себе. В древности боялись фактов отравления. И хозяин показывает, что чай не отравлен, он наливал себе, отпивал, потом сдавал гостю. Здороваться в Таджикистане принято так же, как и у всех мусульман – словами «Салам алейкум». Это общий язык для всех исповедующих ислам. Но к своему таджикскому языку «Дари» народ относится очень трепетно и с воодушевлением объясняет перевод, казалось бы, привычных для русского человека названий. Если переводить из таджикского, это «манту» – «ты, я» перевод. Шашлык, знаете, как переводится? Шесть пальцев. Шашлык. А почему шесть пальцев? Шесть кусков нанизывается на шумку. А столица Таджикистана, Душанбе, переводится как «понедельник». Саму же страну называют «сердцем Древней Азии». Это самое маленькое среднеазиатское государство. Причем 93% территории занимают горы. Признаком женской красоты в Таджикистане считаются сросшиеся брови. Некоторые женщины специально окрашивают участок между ними. Эталон женской красоты, когда бровь такая густая, стрелок там не понимаю, чем гуще брови, тем красивее женщина. И большое внимание длине волос уделяется. Повышенное внимание уделяют и трём мусульманским праздникам. Главный из них – таджикский Новый год. Отмечают его 21 марта. Никто не работает, все отмечают наурус. Мусульманский, это исламский день. Основной Новый год – наурус. Таджикистан славится горами, озерами и древнейшей историей. А вот национальная культура и кухня практически такие же, как и в Узбекистане. Это объясняется общим длительным проживанием на одних землях. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.